всем привет привет ребята меня зовут женя гейн и сегодня я снимаю опять для вас влог из японии сегодня мы едем в ниагату это небольшой город в японии мы туда будем ехать часов 6 на машине мы едем туда за машина еще одной назад я пойду за рюлю там я буду снимать для вас много интересных это все поехали здесь у каждого туннеля свое название будем сейчас ехать вдоль берега с правой стороны горы с левой стороны море сейчас заедем в такой кармашек там можно отдыхать туалет они встречаются каждые полчаса наверное по дороге вот я опять зашла в женский туалет здесь наш самый любимый тутошка здесь есть информационный центр вот показывает что нас ждет впереди еще где проходит ремонт дорог камеры наблюдения а там магазинчик а здесь кафешка вести вам кофе стоит выбирать хотите покушать магазине у нас можно купить здесь что-нибудь припасить вот я люблю такие нигири покупать там рис рыба лишь сатрин кофе может здесь купить drink витамин c они очень любят пить такие напитки кстати вообще они очень много таких витаминизированных напитков прикольных ну и алкоголь они любят очень сильно японцы и китайцы кстати немного свернулись пути хотим посмотреть ой как здесь красиво посмотрите во первых как высота во вторых как завораживаю темные жаль привет давно здесь сидишь да посмотрите очень красиво прям такие виды потрясающе смотровая площадка укрепили горы вон чтобы не попадала еще на домашнюю а вон заряжают электрическую машину наконец-таки мы приехали на аукцион мы ищем свою машину мы не знаем где она припаркована насколько есть номер и все ребята я забрала машину так необычно ездить здесь движение по наоборот абсолютно то есть с левой стороны я еду меня правую роль неудобно конечно меня ездит ко мне чувствую себя так классно тебя это как да я могу ездить в японии на машине на самом деле здесь очень культурные водители не то что в наших странах здесь все тебя пропускают еще и покланяются тебе никто не сигналит никто не подрезает никто никого там не обгоняет как сумасшедший вообще ездить одно удовольствие на самом деле девчонки мальчишки приехали на самый крайний гад и здесь побережье сейчас я спущусь и пойду вон туда длина этого пирса или как это назвать то 500 метров в море туда уходит очень круто мы вчера ночь уходили вообще необычно страшновато там прям волны вот я спустилась сюда здесь показывают что можно в песке утонуть что ли когда цунами девчонки я надела жалко потому что очень холодно вообще очень резко похолодало я по-моему только недавно ездила на пляж а уже прям такой холод тут знаете как будто бы осень поздняя вот типа зимой еще солнышка нет но вот сейчас углядывает солнышко я вначале сказала что мы едем не агату а на самом деле не ягата называется в детском саде привели детей вот так их водят за веревочку обалдец мы приехали посмотреть на пляж там была вывеска, что, в общем, какой-то пляж. Котельки разные. Я ем яблоко, поедаю. Ничего не завтракала, только вот пока яблоко. Вообще, я очень люблю поесть, и яблоком я не отделаюсь, это точно только разгуляясь. Мы сейчас будем заезжать в туннель, который находится под водой. Хочу показать вам новый аппарат. Я раньше снимала аппараты с напитками, там были, в общем, макеты, а здесь все теперь электронно. Погоду показываю. Вот, мы с Чистым подойдем. Видите, сразу изменился тут дальше, вот то, что вы выбираете, вот этот напиток, и про него сразу вот пишут. Можно заплатить карточкой, можно деньгами. Наконец-то мы нашли информационную лавку, она такая электронная, прикольная. Вот мы находимся на станции Ниагата, здесь можно двигать. Куда пойти? Вот опять на английском. Вот эти все места нужно посетить в этом городе, но я не знаю, мы, наверное, не успеем. А по горе посмотреть. Тут можно еще сфотиться, смотреть. Потом они мне на айфон скинули. Вот такую картинку я выбрала. Надо смотреть вверх, нажать на старт. Вот, старт. Поехали. Все оказалось намного проще. Мы нашли путеводитель на русском языке. Обалдеть. Ниагата. В каждом городе, вот на любой станции есть такая книжечка на русском языке. Там в Таянии. Вот и здесь на русском языке. Видите, филистический маршрут и автобус. Обалдеть. Вот станция. 100 йен проезд? У японцев вот этот знак на машине означает ученик. Не так, как у нас. О-о-о. Вышли посмотреть сауну здесь, на горячих источниках. Какие там у них цены, как все выглядит. Здесь очень красиво. Горы. Деревья такие красивые, пассивные. Мы не знаем, что это такое. Стоят. Идем дальше, ищем бани. Посмотрите, как мило. Здесь кто-то живет. Такой маленький дом. Маленькая машина. Здесь вообще такой райончик тихенький. Типа поселка. Здесь целый район, в общем, с этими онсенами, с банями. Но здесь такие условия, что нужно наночаствоваться в отеле вместе с банями на горячих источниках. Проезжаем мимо одного маленького городка. Останавливаемся. Тоже смотрим разные интересные такие моменты есть здесь. Тоже смотрите. Вот лес. За лесом море. Самая крутая тачка в Японии считается. Кроун Манжестер или Манжестер. Кроун. За границей таких нет. Тойота это. Сангейпония. Так. Смотрите, куда мы приехали. И мы нашли. Ехали мы, ехали и наткнулись на рынок очень большой. Я думаю, что здесь продают рыбу. Крабов. Здесь, в общем, крабов продают. Посмотрите, сколько много есть. Красота снимать нельзя. А мы снимаем. Мы тупые иностранцы. Моя рука. Вот рыбеха. Ау. Вот мы любим очень смену. Вот вам экран. А здесь маленькие-маленькие креветочки. Посмотрите. Они любят на рис сыпать. На несоленый рис. Присыпка просто сверху солененького. На креветочках. И вот так вот. Да, здесь много кафешек разных. И вот макеты блюд. И вот на самом деле, вот то, что вы закажете, точно такое же принесут. Не хуже. Пошли отдохнуть и опять заехали на очередной. В очередной кармашек. Место, где можно попить кофе. И даже баня есть. Гостиница есть. Очень все чисто. Аппарат. Если бы сильно устанется в дороге, можно остановиться. Пойти в баню. Я думаю, что здесь тоже горячие источники. Джакузи с горячими источниками. Вообще так удобно и недорого. Еще здесь есть бассейн. И воду спустили, потому что уже не сезон. Так представляете, все лето. Я думаю, что бесплатный сюда вход. Потому что двери, в принципе, со всех сторон открываются. Кафешки с едой. Остановились перекусить. Я вот заказала себе ромен такой. Захотелось супика похлебать с какими-то морскими водорослами. Не знаю, еще не пробовала. Всем привет-привет. Мы сейчас приехали к Софии в школу. Каждый год здесь проходят ярмарки. Там приглашают всех родственников. Мам, пап. Кормят их. Показывают представления. София сегодня участвует, кстати, в спектакле. Она будет принцессой. И я буду снимать для вас школу изнутри. Кстати, я в таких очках кортекистки. Ютуб. Перед входом в школу такие горшочки. Это дети посадили здесь. Что они здесь посадили? Перчики, может быть. А, цветочки. Заходим в школу. Нужно оставить свою обувь. И... Девочки встречают. Поля рисунки. Как у нас. Принцесса, принцесса. Принцесса! 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 Девочка с табличкой показывает. Типа не шумит. Тихо разговаривает. Вот такие у них классы. Столы набрали. Такие у них парки. Но это младшая школа. У старших по-другому все. Вон такие полочки. Вот у них такие умывальнички. Руки мыть. После урока. Хочу показать вам, вот сколько хурмы. У них растет. У соседей наших. Здесь очень много везде деревьев с хурмой. Усыпанная прям. Вон она валяется спелая. Ее никто не поднимает. Ярмарка в школе закончилась. Мы решили посетить колесо обозрения. Здесь тоже рядом с нашим домом. С видом на море. Это колохмато. Смотрите опять сколько рыбок. Больших. Все на них смотрят. Смотрите возле этих рыбочек стоят аппараты. И в них продают специальный корм для рыбы. 100 йен. Там примерно батончик такой. А вот девочка достает. Из хлеба или из вафли. Хочу показать вам. Купили такую коробку с желе. Не знаю, по-моему, желе. Вот зеленого чая. И, наверное, либо шоколад это, либо фасоль. Японцы любят упаковывать сладости. Так прям, будто это подарок. Не буду жалеть. Аппараты. Так. Знать бы еще, что это. Давайте красненькое откроем. Так, красное на цвет. Ой, что-то вылилось оттуда. Это тоже соя. Японцы почти все сладости делают из соевых бобов. Они соевых бобов перемалывают. Добавляют туда мед. Сахар иногда там. Ну, сахарный сироп. И едят это. Друзья, у нас остался всего лишь один месяц в Японии. Так как виза заканчивается. Я уже, по-моему, об этом где-то говорила. Мы много где не побывали. Потому что постоянно дома у мамы. Не хочу вообще никуда ездить. Потому что хочу быть рядом с ними, с семьей, со своей. Друзья, если честно, я не знаю, что еще буду для вас снимать. Именно о чем будут влоги. Потому что совершенно непредвиденные обстоятельства у нас постоянно происходят. То туда, то сюда мы ездим. Но в планах у нас поехать все-таки в Токи. Потому что там есть очень классные, потрясающие места. Я хочу снять их для вас. Ну и на этом, друзья, мой второй влог о Японии заканчивается. Надеюсь, вам нравятся такие видео. Обязательно ставьте пальцы вверх, если вам нравятся мои влоги. Комментируйте, задавайте ваши вопросы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До следующего влога. Субтитры сделал DimaTorzok